Ну, очень много, видать, больных. Пришла вот я в полдесятого, народу здесь миллион, я шестидесятая уже, и один фельдшер принимает. Врачей, наоборот, больше всего жалко на самом деле. Именно. Мы не дозвонились и нет даже никакой надежды, что действительно это случится в ближайшее время. Не работает медицина. Не работает. Происходит это, потому что не могут организовать работу нормальной. Это проверка. Последние уже несколько недель, а то и больше месяца, мы получаем огромное количество жалоб на красноярские поликлиники. Конечно, это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом, с пятой волной, с омикроном. Но знаете, что в этой ситуации самое странное? Ведь власти, Роспотребнадзор, ученые, исследователи, все очень долго говорили, что вот она придет волна. Говорили, сроки, в которые эта волна действительно накроет Красноярск. Все случилось согласно прогнозам. Почему же система поликлиник вызывает так много жалоб? Неужели там не готовы были эти жалобы принимать и все-таки реагировать на происходящую ситуацию? Мы сегодня будем проверять все эти жалобы на примере поликлиники на улице 9 мая. Знаете, нам нужно заходить сейчас в центральный вход, но мы даже не успеваем до туда дойти, но уже понимаем, что действительно проблемы в этой поликлинике есть. Есть указатели на очередь для температурящих больных, для тех людей, которые имеют какие-либо симптомы коронавируса в том числе. И эта очередь стоит на улице. Эту проверку мы снимаем на серьезном морозе, минус 15, минус 20 градусов сейчас в Красноярске. Повезло людям, которые приехали на машине, сейчас сидят, греются и здесь идут в своей очереди, но когда ты имеешь симптомы острого респираторного заболевания, когда ты плохо себя чувствуешь, ты идешь за медицинской помощью и ждешь ее на улице, ну, конечно, это первый уже катастрофический минус, это ненормально. Эта ситуация говорит нам еще и о том, что люди, возможно, с разными диагнозами, мы же не знаем, что у всех здесь коронавирус, вынуждены скапливаться в одном тесном помещении, а при данных о том, как быстро распространяется микрон, вот эта ситуация, она только усиливает нагрузку на ту же самую поликлинику. Вот проблема закольцевалась. С одной стороны, очень много пациентов с ними не справляются, с другой стороны, условия для этих пациентов провоцируют рост числа заболевших. Именно что я не знаю, что у меня, то ли я просто простыла, то ли я с вирусом, и вот боюсь тоже так же стоять, мало ли я заражусь чем-то. Вы понимаете, что вам еще внутрь придется зайти, где очень много людей? Я и вижу, что там просто кошмар. И как, эмоции? Страшно, я не хочу болеть этим. Одеваться некуда, мне же нужно понять, что со мной. Я искренне сочувствую всем, кто сейчас ожидает приема врача на улице. Мы провели здесь буквально минут 10, и уже руки замерзли, ноги замерзли, а это тоже никак не помогает нашему с вами здоровью. Мы идем внутрь через главный вход. Я сегодня в своих привычных перчатках, но не для того, чтобы проверять пыль, чистоту, просто для того, чтобы постараться поменьше что-то самой, не дай бог, зацепить. Это тоже как мера предосторожности. Еще одна мера предосторожности – это контроль температуры здесь, на входе. И здесь он организован, он есть, но вспоминаем температуру, которая у нас сейчас находится на улице, температура, которая есть за окном. Мы все заходим, у нас у всех, даже у температурящих, будет показывать 35,6. Вот сейчас проверим на мне. Сколько? На 35,3. 35,3. Еще холоднее, чем ожидалось. Пациенты хвалили за одну единственную вещь – эту поликлинику. Ну, кроме врачей, понятно, из системы организации, только лишь за электронную очередь, которая здесь организована. Электронная очередь, правда, есть. Вон, вон там стоит, а вот так выглядит живая очередь. То есть на входе уже в регистратуру ты уже скапливаешься, уже встаешь в эту очередь. Это недавно сломалась электронная очередь? Ну, нет, она постоянно у них тут так. А мне хвалили поликлинику за электронную очередь? Да, хвалить ее не надо. Столько народу кругом. И такие очереди создают. Как вам система организации медицинской помощи здесь? Она хорошо организована или нет? Нет, нет. Тут бардак свыше идет, понимаете, нет. Вот сегодня один врач, два врача не вышло вообще на работу. У них тоже люди, тоже болеют. В пятницу пришла самая полуживая. И сейчас сегодня пришла. И сегодня я никому не попаду. Ничего регистратура не знает, как они будут работать. Ни графика, ничего нет. Мы дошли до электронной очереди, вопросов стало еще больше. Часть записи здесь доступна. Можно взять, например, талончик дежурному врачу в доброчебный кабинет. Тогда непонятно, почему всех людей все равно заставляют обращаться в регистратуру, выстаивать живую очередь, снова иметь контакт друг с другом, если вот же есть оборудование для того, чтобы этого не происходило. Здравствуйте. Мы проверка новостей ТВК. Меня зовут Екатерина Кашучик. Мы приехали посмотреть, как вы справляетесь с той ситуацией, которая сложилась в Красноярске прямо сейчас. И справляетесь ли? Как вы думаете, вы справляетесь? Ну, нет, конечно. Лариса Семеновна, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, который меня мучает. Если мы все знали, что придет эта волна, мы все знали сроки, когда она придет, знали, что это будет масштабно, все это мы знали, почему мы опять не готовы к ней? Если почему не готовы, вы считаете? Ну, почему у нас очереди людей на улице стоят? Почему к концертам не дозвонит? Поток большой, очень большой. Ему невозможно было подготовиться? А подготовиться вы имеете в виду? Набрать новых врачей или что нужно подготовить? Например, есть предложение от специалистов, это не моя идея, переквалифицировать колл-центр, чтобы они могли часть нагрузки, которая идет сейчас на вот этот кабинет страшный, вот это же он там находится, да, для всех температуре? Да, у нас там отгорожено место, там два кабинета, пять человек принимают, пять, три кабинета работают, но у нас резервы же тоже не резиновые. А какие резервы вам выделил Минздрав? Дополнительные ресурсы, человеческие, колл-центры, переорганизовали работу? Колл-центры, ну, я не могу ответить за колл-центр. А как изменилась ваша работа вот после прошлой волны и к этой волне, что изменилось? Изменилось только количество людей, количество заболевших. Я об этом и говорю, подготовка организации не изменилась. Нет, ну, а врачей-то где набрать-то? Врачей где набрать? И если нужно изменить, то, значит, количество врачей, ну, штаты, которые есть, их же никуда не раздвинешь, не сузишь. Согласитесь, вот это разделение, которое мы сейчас есть, оно весьма условное и номинальное. Поставить ширму, я не думаю, что микрон испугается этой ширмой и убежит. Площадь нашей поликлиники вообще вот, она не позволяет что-то, вот, все натяжки сделать. Из нетемпературящих тоже очередь большая, и эта большая очередь сидит вот прямо, пожалуйста, аккурат к зоне температурящих. Вот за этой ширмой она и начинается, вот про эту ширму я и говорю. Вы чувствуете, что вас отгородили от болеющих? Я не чувствую, потому что так не должно быть. Это что это вообще такое? Мы сидим с ковидными, с больными людьми. Это неправильно. Конечно, мы заражаемся здесь. Пожилые люди все сидят на процедуры. И это вообще так не должно быть. А как вы из той грязной зоны в нашу чистую пришли? А в туалет как ходить? Там нет никакого туалета? Вообще там написано туалет, куда его? Там же люди по три по четыре часа сидят, как без туалета? Я не знаю, как без туалета, тем более я в положении. Причем такие колоссальные очереди, они абсолютно в каждом коридоре здесь. Куда в этом лабиринте не попади, все равно ты упрешься в какую-то очередь. И опять же про то, как это можно организовать. Мы видим, что здесь работает электронная очередь. Уже утром 25-26 сейчас следующие пациенты идут. А у кого есть дальше талончики? Какие? Да, есть там еще 60 вон. Восемь часов взял талончик, съездил домой, позавтракал, два часа там побыл. Обедать поедете? Ну, наверное. Но у меня четыре человека осталось тут еще по очереди. Восемь утра вы взяли талончик, в одиннадцать вы еще не следующий далеко? Нет, нет. Три часа? Человек еще впереди. То есть еще час вы легко можете просидеть? Около этого. Причем очереди, это не какое-то точечное стихийное состояние здесь, это перманентно. Вот мы сколько ходим, под каждый кабинет от десяти человек, в регистратуру от десяти человек. Везде стоит колоссальное количество людей, без какого-либо расстояния, потому что здесь не позволяет здание это сделать. Просто так. Даже не отойти особо-то никуда. Вот каждый затылок в затылок стоит. Мы пришли к кабинету номер пятьдесят, а судя по отзывам от наших зрителей, это едва ли не легендарный кабинет, где в очереди можно вообще провести полдня смело, и ничего не изменится. Так это или нет, тоже сейчас будем проверять. Ну что, работать некому. Организовывать надо работу, некому работать. Это не отговорки. Тут не только в этом кабинете, тут во всех жалоб хватает. Сейчас пандемия, мы не можем долго сидеть. Представляете, человека принимают десять, пятнадцать, двадцать минут. И человек пятьдесят стоит в очереди. Люди час-два отсидят, нервы сдают, и они уходят. Тогда радуется, кто-то вперед пройдет. Но это же не дело, это же издевательство над людьми. Не можете организовать работу сами, идите, руководители работайте. Знаете, что самое страшное? Сначала страдают пациенты в очереди, потом разъяренные пациенты заходят ко врачам. А представьте, врач, который принимает этих пятьдесят пациентов в день, что с ним происходит, и какое там эмоциональное состояние должно быть. Как быстро сегодня рассчитываете получить медицинскую помощь? Не быстро, семьдесят вторая. Семьдесят вторая? Да. Какой у вас прогноз? Погнозируюсь даже. Сижу и думаю, или уйти, или в следующий день прийти. А в следующий день, может быть, все то же самое, судя по отзывам, которые ко мне пришли, здесь так каждый день? Раньше выписывала рецепты по звонку, а сейчас не могу. Не могу дозвониться на горячее вот наше. Вот еще один момент, который не требует огромного количества уложений, требует административного нормального управления. Решите ситуацию, чтобы не приходилось пациенту приходить сюда лично, и все. И будет на одного пациента меньше, будет на одного человека меньше, который рискует здесь что-нибудь подхватить, вот в этих коридорах смешанных очередей. Сто раз за эту проверку я уже сказала, что больше всего мне больно и обидно за врачей, на которых сейчас все это и держится. Которые тоже люди, которые устают, перерабатывают, болеют. Но вот если бы не было сейчас врачей, то вообще бы вся эта ситуация встала колом. Как они это вывозят, я не знаю, но у меня есть список имен. Люди, которые обращались ко мне в проверку, очень просили передать слова благодарности. Врач с фамилией Хасанова, стоматология отдельно всему составу, привет. Врачу Саиде, привет. Ирина Несветова, медсестра, Тамара Васильевна. Здесь кто-то с именами, кто-то с фамилиями, как мне писали, так и передаю. Оксана Витальевна, которая в колл-центре работает. В колл-центре есть один целый тот человек, который всех спасает. Артем Фомин. Спасибо большое каждому врачу, кто здесь работает, кому пишут слова благодарности. Люди только на вас и держатся. Обычно в конце проверки я говорю, что конкретно вот это учреждение проверку проходит или не проходит. Но в данном случае то, что мы увидели сегодня в поликлинике на улице 9 мая, оно позволяет нам сказать, что вся система помощи красноярцам, да и россиянам в том числе в период пандемии, она не проходит проверку, она плохо организована. И вот сейчас максимально без эмоций. Эмоций было достаточно, эмоции пациентов нам понятны. Но давайте максимально без эмоций. Мы увидели, что потоки разделены лишь номинально. Мы увидели, что у людей, которые приходят сюда с разными симптомами с температурой и без нее, нет возможности отделиться друг от друга, отойти и выдержать хотя бы какую-то дистанцию. Мы увидели, что здесь нет разделения потоков, что люди из грязной условной зоны в чистую ходят как к себе домой. И это понятно, потому что, например, в грязной зоне вообще не оборудован никакой санузел, хотя технически санузел там есть и могли бы туда пускать пациентов. Мы увидели, что жалобы на колл-центр повторяются, до него невозможно дозвониться. А многие эксперты говорят, что грамотный врач, специалист в колл-центре мог бы, например, часть пациентов отсеивать и говорить, что там вот в вашем случае помощь конкретно врача в поликлинике не нужна. Вот это разделение потоков должно было произойти еще на телефонной линии. Но нет, здесь люди находятся сейчас в поликлинике, даже те, которые действительно могли по телефону выписать рецепт, но не смогли дозвониться. Снова проблема колл-центра. Вот этот огромный спектр проблем заставляет нас сегодня просто с тревогой заканчивать эту проверку. Давайте беречь врачей, беречь друг друга. Я напоминаю, от нашей проверки никто не уйдет. И я очень хочу, чтобы эту серию внимательно посмотрели в Министерстве здравоохранения. Вот такая ситуация сейчас на местах практически во всех красноярских поликлиниках. Екатерина Кашучек, Николай Чистяков. Новости Дорога. Новости Дорога. Новости Дорога. Новости Дорога. Продолжение следует...